В новостном журнале, в лайфсампе и так далее. Жёсткой журналистики для более жёсткого такого, знаете ли, анализа какого-то есть самп-обзор. Если они вам нужны, много мелких деталей. Обычно пишут немного мелких, но не важно. Калькор дал возможность, передал какие-то вот эти вот все свои права. Делать какой-то мультиплеер, делать вот эти вот все прочие вещи. Я сказал, что, ребят, ну типа Калькору нужны боты? Я так не думаю, вот. Поэтому вот я ошибусь на 10%. И в 10% войдёт то, что когда у ГМП откроется, когда в него все уже смогут поиграть. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Я долго терпел. Я долго думал вообще, что я до... Я долго искал момента. В целом, если говорить, я долго искал момента, чтобы вот, знаете, как-то ответить на всё это. Потому что с моего последнего видеоролика про GTA Underground прошло уже достаточно времени, там около 3-4 месяцев. И вообще, в целом, я думал уже на всё это, типа, забить, всё это не трогать. Но я люблю отвечать людям в интернете. Как-то вот начинать все эти конфликты, споры, даже если это ни к чему не приводит. В целом, мне это нравится. То есть, всегда интересно, всегда весело. Там он тебе говорит, типа, ты дурак, блин. А ты ему говоришь, да нет, да ты дебил. И вот так вот вы там продолжаете сраться. Потом, может быть, там подключается какая-то вот эта, вот знаете, база информации. Там то, сё, не то, не сё. Вот это вот, да ты ничего не знаешь. Да вот я всё знаю. Да вот это вот всё. Обожаю. Только ради вот этих вот всех конфликтов. Только ради комментариев, которые тебя поливают говном. Стоит жить. Стоит выкладывать что-то на YouTube. Стоит всё это делать. Потому что это настолько ничтожно. Это настолько вот эта вот вся шваль там сидит, что вот просто, я не знаю, наверное, Евгений Панасенков сказал бы лучше. Тем не менее. Ладно, сегодня давайте мы всё это разберём. То есть, это не столько разбор вот того, что вообще написали в новостном журнале, в лайвсампе и так далее. А больше это ответ на вот мой тот видеоролик, который я просто выпустил, даже не думая, что он хоть какую-то реакцию от людей наперёд. Но, видимо, GTA Underground, он действительно ожидаем людьми. Его действительно ждут, его действительно хотят поиграть и так далее. Потому что там вот чё писали, я вообще сидел, думал, чуваки, вы вообще серьёзно всё это пишите или нет? Потому что ролики, которые, допустим, у меня на этом канале не сам по обзору и не какие-нибудь там, я не знаю, выпуски ДК или там вот не что-то прям вот такое, знаете, серьёзное, я, ну, информацию вообще не проверю, я немного брулёв, да? То есть, я просто вот увидел какой-то новостной пост, я его прочитал, я его озвучил, мнение своё рассказал, всё. То есть, ради этого люди подписываются, ради этого они всё делают. То есть, для более такой, знаете, жёсткой журналистики, для более жёсткого такого, знаете, или анализа какого-то есть сам по обзору, а если они вам нужны, подписывайтесь, ставьте колокольчик, следите, смотрите, делайте прочие вещи. Там какие-то, вот, может быть, ещё какое-то событие произойдёт, я серьёзно выскажусь, но в остальном, разумеется, всё такое, знаете, поверхностное максимально, насколько это только возможно. И те, кто поняли, они уже давно подписались, они уже давно следят, они уже давно комментируют, а те, кто не поняли, те, кто первый раз, они, в общем-то, всё это и начинают писать. Сегодня мы всё это обсудим, сегодня мы выставим их в не лучшем свете, и, разумеется, вот как-то так оно всё, в общем-то, новость про GTA Underground. Там, знаете, типа, разработчики УГМП сообщили, что теперь все вкладки игрового клиента полностью работают. Помимо этого, уже закончена аутентификация пользователей, которая будет производиться через сайт мультиплеера. Теперь осталось доделать много мелких деталей. Много мелких деталей. Обычно пишут, немного мел, но неважно. После чего будет возможен запуск УГМП. Напомню, ну ладно, тут потом нам поминают, и в самом конце пишут, мол, то, что растёт преемник сампа. И, понимаете, я думал, что все к УГМП относятся точно так же, как я. То есть, вообще, эту всю новость мы рассматривать не будем. Пофиг, абсолютно. Там что-то они делают, что-то там ещё происходит. Нет, абсолютно точно не интересно. То есть, я думал, что все к этому относятся очень скептически. То есть, на уровне, наверное, Данила Геррера и вот меня. Потому что я там вот с Данилом Геррера как бы соглашаюсь и постоянно говорю то, что да, в том случае, по-моему, насколько я могу знать, Данил Геррера говорил правильно. По-моему. Вот то, то есть, то, что я вообще могу знать, то, что я могу вообще понимать. Там предыстория такая, что, мол, там, знаете, Калькор дал возможность, передал какие-то вот эти вот все свои права, чувакам с УГМП, они там начали всё это делать и многое другое. Я понимаю людей, которые пишут комментарии, возможно, они не знают вообще, что такое андеграунд, вот этот весь GTA-самп и так далее. Вот что андеграунд GTA, вот это вот, что это за модификация, что она из себя представляет и так далее. Там, офигеть, какая большая карта, на которой абсолютно все карты из других GTA. И, разумеется, чтобы сделать такую солянку оптимизированной и какой-то крутой, чтобы она не вылетала, чтобы всё было хорошо, нужно много времени. У разработчиков этого самого времени не было, поэтому весь этот мод выкатили очень сырым, который вылетает, в котором непонятно вообще что, в котором ты не можешь нормально поиграть, который в целом лагает, который в целом плохой. И когда я услышал, что они будут разрабатывать на базе всего этого лагучего говна, делать какой-то мультиплеер, делать вот эти вот все прочие вещи, я сказал, что, ребят, это говно, это не будет пользоваться спросом. Чуваки зайдут, поиграются всем этим, как с какой-то игрушкой, как с какими-то прочими вещами, и всё, и забудут. То есть, многие, вот знаете, также говорили, что Samp 0.3.8, который по итогу вот стал там Samp 0.3.DL, и как-то вот это вот всё прочее, что вот он будет там продолжением GTA Samp, возможность загружать модельки, возможность там того, всего, вот этого, не того, всего прочего, и многих других вещей, там жила-была, вот это вот всё делало. Но, на самом деле, всё получилось так, что все там зашли, поигрались, что-то посмотрели, что там вообще происходит, и забили на всё это. Вот так это всё и произошло. И сейчас, то есть, люди абсолютно точно не учатся на своих ошибках, либо, я могу предположить, либо, они не знают, что такое вот Samp 0.3.DL, и не знаком вообще с его историей, что там вообще было, они не заходили ни на какой сервер, потому что сервера просто-напросто не успели запуститься, потому что ажиотажа вообще никакого не было. В Samp 0.3.7 играли, в Samp 0.3.DL перешёл, по-моему, один Абсолют Руллиплей. Кто играет на Абсолют Руллиплей, боты, а кто играл на Samp 0.3.DL, боты. Типа, калькору нужны боты? Я так не думаю. Вот, поэтому, оно, типа, вся эта разработка, она свернулась, прекратилась, завершилась и так далее. Сейчас УГМП, который, по сути, должен стать глотком свежего воздуха для GTA Sampo, и для всех любителей всего этого GTA, мультиплеера, мода на всем известную вот эту вот всю игру. И, по факту, оно, может быть, будет пользоваться хоть каким-то спросом, но GTA Sampo, оно не одолеет. Вот, я прям могу поставить, я не знаю, процентов, наверное, 90, что оно не одолеет. Может быть, вот, я ошибусь на 10%, и в 10% войдёт то, что, когда УГМП откроется, когда в него все уже смогут поиграть, вполне возможно, что, я не знаю, оно каким-то образом обгонит GTA Sampo. Но, опять-таки, хочу сказать, у людей, компьютеры, которые, там, я не знаю, GTA Sampo еле-еле тянут, не оптимизированы, лагучее говно, которое у людей с нормальными компьютерами даже лагает, на котором просто вообще непонятно, что делать-то в самом деле. И они вот всё это делают. Зачем? Для кого? Для чего? Непонятно, кто это всё ждёт, кто на всём этом будет играть, я не знаю. Я не понимаю, если хоть кто-то из вас всё это знает, можете написать в комментариях. Хотя, комментарии будут, наверное, вот примерно такие. Я сейчас покажу вам, что вообще все эти люди писали. Test Name пишет, спойлер, ну кому это всё надо, ну кому это всё надо, мне что-то не зашло, значит, никому это не надо. Это, мол, якобы мои слова. Ну, типа, я не знаю, иди нахуй. Типа, иди нахуй. Что это, блять, такое? Иди в пизду. Ё-моё, мэн, у тебя воды, даже бомжи меньше воды льют. В Samp нужен новый глоток воздуха, если не обновлять игру, то игра потихоньку загнётся. И да, в UGMP будет 5k слотов. 5k, Карл. Fans Giger, Fans Giger. И вот этот вот человек с нечитаемым никнеймом. Я тебе хочу кое-что сказать. Samp RP, проект, вот они открывались, там сделали свой вот этот вот МТА, весь клиент, Fodpix, всё прочее, 5k слотов. 5k слотов забилось из вот этих вот всех 5k. 300, может быть 400. 5k слотов. Кто на всех этих 5k слотов будет играть? Расскажи мне. Людей просто столько не найдётся. Всем на эту UGMP похуй. Вот сидят вот эти вот там, не знаю сколько дизлайков под видеороликом. 51 человек. Вот 51 человек, вот они зайдут, да, там будут играть, скажут, о, UGMP, вот это да, вот это всё круто будет, да. И давайте последний комментарий. Прочту Макс К, неделю назад всё-таки он оставил, или Макс К, вот он пишет, тотальное отсутствие работы с исходным материалом. Ну, понимаешь в чём дело? Вот эти вот все ролики, которые выходят в 20.00, они, ну, такие себе. Там тут всё максимально поверхностно, тут всё максимально такое, знаешь, вводное, тут всё максимально на уровне подкаста сделано. Если тебе всё это не нравится, то, ну, я не знаю, можешь смотреть и морщиться, и писать свои вот эти вот комментарии, а ролики будут продвигаться дальше, у меня будет просмотров на, я не знаю, 50 больше, на 60, может быть, больше, с этого я ничего не получу, но хотя бы, типа, просмотров будет больше, и чуваки будут говорить, ммм, а ты не так уж и скатился, да, или там, о, актив поднимается, ну, в общем-то, как-то так всё это и получается, я играл на проекте Arizona, Ruliply Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также вся дополнительная информация, она находится в описании данного видеоролика, заходите туда, там всё вот это вот, знаете ли, делайте, и всё у вас будет хорошо и замечательно. Спасибо за просмотр, до свидания, пока, и всё прочее.